МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Опасная практика. Сегодня в деревне Русские Алгаши из-за пала травы сгорели 4 жилых дома и сарай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасти жизнь. В столичном лицее номер 2 врачи провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Талантам нужно помогать. Юная художница из Чебоксар приглашена на интенсивное обучение образовательного центра «Сириус». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чувашии с 25 апреля будет установлен особый противопожарный режим. Действовать он будет до особого распоряжения. Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров Чувашской республики. Ежегодно в апреле-майе жители республики открывают дачный сезон, выезжают на отдых на природу. Специалисты предупреждают. Во время пожароопасного периода запрещается разводить костры, пользоваться пиротехникой в лесах, сжигать мусор, сухую траву. На начало весенне-летнего пожароопасного сезона большое влияние оказывает погодно-климатический фактор. Температура, влажность воздуха, интенсивность осадков, а также быстрота спода снега. За последние три года пожароопасный сезон в республике у нас водился, к примеру, в 2018 году с 23 апреля, в 2019 году с 23 апреля, в 2020 году с 1 апреля. Сегодня же Кабинет министров Чувашии изменил порядок предоставления единовременной материальной помощи гражданам за счет средств региональной казны. Пострадавшим в результате пожара жилого дома полагается помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого совместно проживающего члена семьи. В том случае, когда из-за пожара пострадали гараж, баня или помещения для содержания домашнего скота, семья получит компенсацию в 5 тысяч рублей. И вновь об опасности, которую представляет сжигание сухой травы. Сегодня в ходе командно-штабных учений стало известно, что в деревне Русские Алгаши из-за пала травы сгорели 4 жилых дома и сарай. К счастью, никто не пострадал. В режиме видеоконференц-связи глава республики обсудил ситуацию с руководством Шумилинского района и распорядился срочно оказать помощь погорельцам. Кроме того, Олег Николаев поручил рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за пал травы. Насколько последствия от пала травы будут тяжкие, соответственно и ответственность должна быть дифференцирована. То есть, если это просто выехала группа пожертвования, это одна история. Если мы объекты природного характера, то есть лес или иные объекты, утратим, это другая история. Но когда жилье и тем более жизни людей, это, конечно же, третья история. Продолжение следует... Осенью 2020 года правительство республики все же инициировало процедуру. После этого строительная компания смогла привлечь дополнительные ресурсы и возобновить работы. На сегодня практически завершено строительство дома, это позиция 4, идут экспертизы госкомиссии. Застройщик провел работу по регулированию споров с кредитурами, подготовлены мировые соглашения. Взяв дополнительные обязательства от застройщика по конкретным срокам ввода в эксплуатацию названных объектов, проблемных объектов, мы решили, что возможно обратиться в фонд защиты прав дольщика Российской Федерации, с тем, чтобы было отозвано заявление о банкротстве. Только такое действие позволит ускорить процесс достройки данных домов. А самое главное, мы на это идем, конечно же, прежде всего, исходя из того, чтобы обеспечить максимально скорое обеспечение жильем тех дольщиков, которые вложили в эти объекты свои личные средства. И только эта причина для нас является поводом для того, чтобы пойти навстречу застройщику и сделать все, чтобы люди в кратчайшие сроки въехали в свои желаемые квартиры. Федеральная программа энергоэффективности направлена на снижение затрат в коммунальной сфере за счет внедрения сберегающих технологий. Правительство страны готово предоставить субсидии муниципалитетам, которые активно используют возможности программы и добиваются экономии. Об этом говорили на совещании в Доме правительства. Энергоэффективность предполагает целый комплекс мероприятий и направлений. Инновационные идеи в энергопотреблении должны превращаться в современные технологии, в основе которых экономия важных ресурсов. Государство поддерживает такой подход и готово субсидировать внедрение энергосберегающих принципов при строительстве домов, возведении объектов в социально-культурной сферы. Галач Уваш отметил, что показатели по экономии должны отражаться не только на бумаге. Муниципалитеты должны активнее работать в плане разработки энергоэффективных паспортов учреждений различного профиля. Здесь надо быть активнее и, конечно же, все намеченные мероприятия в данном направлении, они должны быть реализованы. Но при этом это надо делать неформально, а с пониманием того, какие мероприятия мы с вами проделаем, ну и, соответственно, эти целевые показатели должны быть достигнуты. На совещании отметили, что в Республике Буа проведена большая работа по выявлению бесхозных объектов в системе газоснабжения. Идет процесс постановки их на учет и последующей передачи в муниципальную собственность. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня заявку на участие в предварительном голосовании по выборам кандидатов от партии «Единая Россия» в Госдуму и Госсовет Республики подал заместитель главы города Чебоксара Николай Владимиров. Николай Владимиров – депутат со стажем. Он активно участвует в партийных проектах. В качестве волонтера во время пандемии он отвозил горячую еду врачам в красную зону, закупал средства индивидуальной защиты для них, доставлял лекарства на дом больным. Депутат Чебоксарского городского собрания, финалист федерального проекта «Политстартап» прошлого года. Во-первых, это проверить свои силы, возможность посмотреть, насколько тебя поддерживают твои избиратели, твои однопартийцы. Во-вторых, следует отметить, что ни одна другая политическая сила не проводит предварительное голосование, только партия «Единая Россия» проводит предварительный отбор таким образом. Здесь работает важный принцип, где выбирают кандидатов люди. Это действительно важно для нас, на мой взгляд, где они открыто могут выбрать своих кандидатов, оказать им доверие, а партию же впоследствии выдвигает эти кандидатуры на участие в выборах. Напомним, по всей стране идет регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Принять участие в нем может любой гражданин России, член партии или беспартийный. Голосование будет электронным через портал госуслуги. Прием документов идет до 29 апреля. А, собственно, голосование за будущих кандидатов пройдет с 24 по 30 мая. Порой умение оказать первую медицинскую помощь может спасти человеческую жизнь. Простыми реанимационными навыками неплохо бы владеть каждому из нас. От экстремальной ситуации никто не застрахован. В столичном лицее номер два врачи провели мастер-класс для школьников. Вы надавили это сердце и до конца не отпустили грудную клетку и опять начинаете давить. То есть надо следить за тем, чтобы, когда вы давите на грудную клетку, чтобы грудная клетка встала на свое сердце. Несложные на первый взгляд манипуляции могут вернуть человеку дыхание, запустить остановившееся сердце. Оказывать первую медицинскую помощь в школах учат на уроках безопасности жизнедеятельности. Однако, как показывает практика, эти знания зачастую поверхностны. И столкнувшись с реальной ситуацией, многие теряются. Боязнь и страх мешают выстроить правильный алгоритм действий. В свете последних событий, когда, к сожалению, погибают дети от различных травм, от падений в результате дорожно-транспортных происшествий, важно, чтобы каждый из нас, каждый человек умел оказывать первую помощь пострадавшему. Во всяком случае, до приезда бригады скорой медицинской помощи поддержать его жизнеспособность. На специальных муляжах врачи детально показывали школьникам, как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Это очень важно, что каждый человек может оказывать медицинскую помощь, чтобы спасти жизнь, если это будет необходимо. Также нам показывали обустройство скорой медицинской помощи, именно реанимационной. Главное правило, которое нужно соблюдать при чрезвычайных ситуациях – не паниковать. Уверенность в своих силах поможет вспомнить основные навыки. После оказания первой помощи необходимо позвонить по номеру 103 и дождаться бригады скорой. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика. Студент Чебоксарского кооперативного техникума завоевал третье место во всероссийском чемпионате WorldSkills Russia по компетенции «Банковское дело». Павел Тимофеев в феврале этого года победил в региональном этапе конкурса, обойдя пятерых участников со всей республики. На испытаниях студент консультировал и обслуживал клиентов, оформлял кредитные карты и продавал банковские услуги. Парень утверждает, что победить несложно, надо грамотно готовиться к испытаниям. Как я узнал, что я стал победителем регионального уровня, мне сразу сказали, что следующий уровень будет у тебя всероссийский, который будет проводиться в Санкт-Петербурге. Конечно же, у меня эмоции были в восторге. Готовился целыми днями, буквально, можно сказать, и ночами, для того, чтобы войти хотя бы в тройку лидеров по всей России. Изучал только банковские статьи, чтобы знать всю структуру банка. Молодой человек признается, что во многом ему помогла поддержка преподавателей. При этом ПЕТ-коллектив считает его результат закономерным. Очень интересный студент. Пришел в этом году в техникум, поступил наш в техникум. Его было сразу, можно было выделить из числа студентов, потому что он старался, решал задачки на моих предметах, старался везде участвовать. Он безупречно применяет знания в любой сфере. Помимо учебы, Павел занимается плаванием и смешанными единоборствами. Он считает, что физическое здоровье и умение добиваться победы не раз пригодится ему в жизни. В ближайших планах участие в соревнованиях и научных конференциях родного техникума, а в перспективе сражения за первое место в чемпионате WorldSkills. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика. Воспитанница Чебоксарской детской художественной школы номер 6 имени Акциновых Анастасия Рахмина прошла конкурсный отбор на дополнительное обучение во Всероссийском образовательном центре «Сириус». Ее работы привлекли специалистов, работающих в направлении изобразительное искусство. Талант к живописи Анастасия передался от дедушки Владимира Павлова. Он был художником-любителем. Она просто обожала приезжать в гости в деревню, где могла часами разглядывать его картины. Еще в детском саду девочка приняла осознанное решение «Буду художницей». Так Настя попала к педагогам знаменитой акциновской школы. За годы учебы она не раз становилась лауреатом и дипломантом различных конкурсов. И вот неожиданный подарок – пройти обучение у опытных педагогов из школы Сергея Андреяки. Вместе с Настей на курс в «Сириус» приедут 40 учеников со всей России. Майское образовательное программе в «Сириус» я узнала недавно от своего преподавателя. И решила попробовать отправить заявку. Я была очень удивлена, когда мне на почту пришло сообщение о том, что я пришла. Я очень обрадовалась, ведь это для меня новый шаг, новые возможности, новые друзья. И думаю, все получится. Преподаватель Анастасии Наталья Антонова уверена в своей ученице. Талантливые дети обязательно найдут свою дорогу. Я решила, что мои ученицы тоже могут попробовать, и у них достаточно сил для того, чтобы показать себя. Мы, конечно, послали заявки на трех учениц, но Насте повезло и выбрали ее. Ну и думаю, что Настя себя покажет с очень хорошей стороны, потому что акварель – это ее сильная сторона. Смена интенсивного обучения пройдется 2 по 30 мая в Сочи на базе Олимпийского комплекса. Успех Насте, конечно же, несомненно, это совместный многолетний труд преподавателя и ученика. Конечно же, мы желаем ей огромных успехов. Ждем ее с большим количеством прекрасных работ. Ну и, конечно же, будет оформлена выставка по ее приезду. Эхо кинофестиваля национальных фильмов «Азам» в Пензенской области прошли дни Чувашского кино. Там живут наши земляки. Им было очень интересно услышать на экране родную речь, познакомиться с историей малой родины. Программа кинофестиваля весьма насыщенная. В последнее время в Республике и за ее пределами снималось немало художественных и документальных фильмов о важных страницах летописи Чувашского края. Картина Юрия Сергеева «Наследие» о необходимости сохранения и развития родного языка, традиции народов, о преемственности и движении вперед. Книги читаем, фильмы, концерты смотрим. А вот фильмы на Чувашском, такого еще не было. Но мы, кто вот пришли, очень довольны, просмотрены. Надо разговаривать, поднимать чувашский язык, разговаривать дома, везде разговаривать, поддерживать, не забывать. Документальный фильм режиссера Андрея Метешина «В Красном море» посвящен трагическим событиям гражданской войны. Картина рассказывает о жестокости противостояния и бессмысленности жертв. Они мотивируют необходимость создания Татаро-Башкирской республики тем, что она будет светочем коммунизма для всех мусульман мира. А как же интересы чувашского народа? В афише фестиваля фильмы «Юман», «Березовый сок», «Тайна древней Волги». После просмотров – обязательное обсуждение со зрителями. На таких встречах режиссеры и сценаристы черпают идеи для своих новых работ. Для чувашей, живущих за пределами родной республики, это как глоток свежего воздуха. В сравнении вот в этом весь смысл, вся основа и все богатство. И мы хотим знать, как живут, например, чебоксарские чуваши, как живут, и общаться с ними. Мы изучаем свою историю, мы хотим знать многого, больше, еще больше. И вот то, что упущено, например, все это восстановить. Осенью дни чувашского кино планируют провести в Ульяновской области, республике Башкортостан. Кинопоказы проходят с соблюдением всех ограничительных мер. Это новости среды 14 апреля. До свидания.